Итак, предмет рассмотрения. Во-первых, экономика. Напоминаю, что экономика – это постоянно повторяющееся производство. А производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках и посредством определенной общественной формы. Сегодня рассматривать будем общественную форму производства. Второе. Какая экономика? Сталинская. Так сказать, принято у нас довольно часто и в истории, и в политике. То есть, не застатистическое, а сталинское будем рассматривать? Вы меня не торопите. У вас будет возможность задать вопросы, но я надеюсь, они у вас отпадут, когда вы послушаете. Так часто встречается, что определенные периоды истории в развитии государств связывают с именами великих деятелей. Как правило, это какие-то переломные периоды, целые эпохи, возможно. Вот иногда называют эпоху Петра, эпоху наполеоновских войн, или сталинский период развития Советского Союза. Но мы должны понимать, что за этими именами идет какое-то, обязательно должно быть содержание определенное. Потому что, просто сказать, сталинский период развития нашей страны, еще непонятно, а что за ним стоит, какое социально-экономическое содержание. Значит, Иосиф Виссарионович Сталин руководил страной, ну, формально, он не был руководителем государства, но по своей значимости, своей фигуре, он, будем называть, руководил партией, руководил страной в период с 1924 года по 1953 год. Председателем правительства, руководителем государства был Калинин Михаил Иванович. Так вот, если мы посмотрим на историю нашей страны, то в этот период у нас было целых два периода. Первое – это переходный период от капитализма к коммунизму. И второй – этап непосредственно развития социализма на собственной основе. Итак, первый период, переходный период от капитализма к коммунизму, начался в 1917 году, после совершения социалистической революции и перехода власти в руки пролетариата. Закончился переходный период где-то в середине 30-х годов. И начался период уже непосредственно развития социализма на собственной коммунистической основе. Поэтому непосредственно предметом рассмотрения будет экономика уже ставшего социализма. То есть периода середины 30-х годов. Да, и второе, так сказать, замечание. Такого никогда не бывает, что умирает какой-то политический деятель великий, государственный, и все с ним, так сказать, со смертью рушится, заканчивается. Конечно, нет. Определенный период, определенное время социалистическая экономика продолжала развиваться на тех основах, которые были заложены сначала в переходный период, а затем непосредственно, так сказать, во время развития на собственной основе. Поэтому этот период, так сказать, по хронологии, в середине 30-х годов, до конца 50-х, начало 60-х годов, когда началось активное разрушение социализма и социалистической экономики. Это, так сказать, вступление. Переходим теперь непосредственно к рассмотрению сталинской экономики. Особенность становления социалистической, ну или советской экономики заключается в том, что она не возникает в недрах предшествующего способа производства капиталистического, она создается. То есть, если капитализм возникает в недрах феодального общества, развивается, закрепляется, укрепляется, и потом только происходит буржуазная революция, которая приводит в соответствие, скажем так, производительные силы и производственные отношения, то что касается коммунизма, то здесь дело обстоит по-другому. Сначала рабочий класс берет власть в свои руки и устанавливает диктатуру пролетариата. Затем начинается строительство коммунистической экономики. То есть, если в области политической, в 2017 году, после 7 ноября или 25 октября, по старому стилю, политическая власть уже была социалистическая, советская, можем сказать, диктатуру пролетариата, то в экономике все было не так. В экономике еще был капитализм. И начался переходный период. Значит, в экономике переходный период заключается в том, что государство диктатуры пролетариата формирует сначала коммунистический уклад, а наряду с этим, с коммунистическим укладом новым, существуют старые уклады. Два основных – это капиталистический уклад и мелкотоварный уклад. И содержание переходного периода в области экономики заключается в борьбе родившегося нового, но еще слабого коммунистического уклада, со старыми и уходящими со сцены, но еще имеющими определенную силу укладами, капиталистическим и мелкотоварным. И, как известно, эта борьба закончилась победой коммунистического уклада в середине 30-х годов. Поэтому первый вывод, что политической основой сталинской или советской экономики является диктатура пролетариата. И без диктатуры пролетариата эта экономика не может развиваться и существовать. И, как показали последующие события в нашей стране, когда на 22-м съезде из программы партии было выкинуто принципиально коренное положение о диктатуре пролетариата, то есть вот эта политическая основа была убрана. И затем последующие экономические преобразования в кавычках «возврат к старому» они были в этих условиях, на мой взгляд, неизбежны. Я имею в виду экономическую реформу 64-65-го годов и последующие действия, которые привели сначала к формированию капиталистического уклада, затем к окончательному разрушению остатков социалистической советской экономики. Идем дальше. Значит, мы рассматриваем форму, общественную форму сталинской или советской экономики. Поскольку коммунизм является, как сказать, строем, противоположным капитализму, то и в экономике характер производства не может быть товарным. То есть по характеру производства сталинская экономика противоположная, деметрально противоположная, атомарная, не рыночная, не товарная. Она получила название «непосредственно общественное производство». То есть характер производства он, скажем, в товарной экономике продукты труда, товары получают общественное признание не непосредственно, а через рынок, окольным путем. И только там еще неизвестно, получит это призвание или нет. Непосредственно общественном производстве этот путь прямой. Непосредственно в общественных интересах. Это первое. Второе. Экономические законы, система экономических законов и, соответственно, основной экономический закон сталинской или советской экономики. Понятное дело, если экономика носит не товарный характер, а непосредственно общественный, деметрально противоположный ему, то, соответственно, основной экономический закон не может быть законом стоимости, который является, как известно, основным экономическим законом товарного производства, следовательно, и высшей его формой или высшей его ступени капиталистического производства. Поэтому основным экономическим законом является в непосредственно общественном социалистическом производстве закон потребительной стоимости. Ну, что касается, скажем так, определенности или экономической определенности потребительной стоимости, напомню, стоимость – это затраты труда, воплощенные в товаре. И вся суть, цель капиталистического производства, непосредственно определяющая, это само возрастание стоимости этой самой части стоимости, прибавочной стоимости. То в диаметрально противоположной форме производства, вот эта экономическая форма потребительной стоимости, является экономия труда. То есть с точки зрения сущности своей, непосредственно общественное, социалистическое производство, базируется на основном экономическом законе потребительной стоимости, который диктует направленность экономики на снижение затрат труда. Третье – это цель производства. Ну, если цель производства, так сказать, товарно-капиталистического, определяющая цель – это производство прибавочной стоимости или нажива, то здесь цель известна. В конечном, так сказать, итоге – это ликвидация социально-классовых различий и построение бесклассового общества. Можно и так ее сформулировать. Это обеспечение полного благосостояния и всестороннее развитие всех членов общества. Но понятно, что обеспечить всестороннее развитие всех членов общества без ликвидации социально-классовых различий невозможно. Итак, это как бы такие сущностные характеристики сталинской или советской социалистической экономики. Но они должны быть реализованы определенной системе методов экономического управления экономикой, которые бы, как бы уже, так сказать, в сфере действительности реализовывали вот эти сущностные характеристики. Да, здесь еще нужно отметить следующее. Поскольку социализм по своему рождению и развитию представляет собой такое общество, которое вышло из недр капиталистического общества, и потому оно не может не иметь, не нести в себе остатки выхождения из этого общества, ну, как иногда, так сказать, популярно говорят, родимые пятна капитализма во всех отношениях, и в экономике, и в нравственном отношении, и в умственном, то и в социалистическом непосредственно общественном производстве объективно присутствуют вот эти моменты, отрицательные моменты, связанные с выхождением из товарно-капиталистического хозяйства. То есть моменты товарности. Существует противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и моментами товарности. И поэтому развитие идет, если поступательное развитие идет, по линии борьбы и углубления непосредственно общественного характера производства и ослабления моментов товарности. Соответственно, если взять с точки зрения осуществления цели социалистического производства, борьба идет по линии, скажем, ликвидации социально-классовых различий и построения безклассового общества, противостоит ее на усиление вот этих элементов, остатков классовости. У Ленина это выражено замечательной такой диалектичной фразой. Социализм есть уничтожение классов. Или социализм уничтожит классы и превратится, перейдет, так сказать, в свою высшую, в полную фразу полный коммунизм, безклассовое общество. Либо классы побьют социализм и вернемся в классы общества, характеристическое. Поэтому должен быть механизм, точнее, система методов борьбы за усиление коммунистических начал социализма. Эта система получила название «Система государственного, планового, централизованного управления экономикой». Давайте теперь попытаемся разобрать наиболее важные элементы социалистического или советского хозяйственного организма. Я все-таки некоторые вопросы пока оставлю в стороне. Остановлюсь прежде всего на тех, которые, ну вот как-то они многие годы не были так явно как-то видны. И вот только сейчас, когда, к сожалению, уже и социализма нет в нашей стране, мы уже получили представление, достаточно полное пока в общих чертах, как хозяйственный организм или система государственного, планового, централизованного управления функционировала. Итак, значит, основной экономический закон. Это закон потребительной стоимости, который диктует направленность экономики на снижение затрат. Ну вот, можно и не знать эти, скажем, теоретические выкладки, о которых я сказал. Наверное, не всем они были известны, даже ученым. Там была борьба идеяно-теоретическая. Но, во всяком случае, были сделаны такие, была создана такая экономика, в сфере уже системы планового государственного централизованного управления, которая позволяла на практике решать и реализовывать эти задачи. Итак, центральным местом, центральным местом сталинской советской экономики занимал показатель себестоимости, снижение себестоимости продукции. То есть, как раз он реализовал это положение к категоризации законопотребительной стоимости. Обратите внимание, в товарно-стоимосной экономике такого показателя, вообще такой категории, такого понятия нет. Там есть и сдержки производства. А вот в советской экономике центральное место в те годы занимал показатель снижения себестоимости. Соответственно, вот давайте сейчас начнем с уровня предприятия. Мы рассмотрим, как это реализовывалось на уровне всего общества, на уровне предприятия и на уровне, скажем так, рабочих мест для популяризации и для более популярного изложения. Итак, себестоимость. Я вот позволю здесь написать. Так, ну ладно. Вообще, продукция предприятия реализовывалась по плановым ценам. То есть, плановая цена, по названию есть цена, но это совершенно новое понятие, выработанное в советское время в нашей стране. Плановая цена. Я напишу сокращенно. П, С. Плановая цена складывалась из себестоимости. Себестоимость. Плюс прибыль. Тоже называлась плановая прибыль. Также в плановую цену входил так называемый налог с оборота. Значит, еще раз говорю. По названию, вроде бы, цена. Значит, в капиталистическом товарном хозяйстве. Там диаметрально противоположное по содержанию. Там продукция производится, продается, реализуется по ценам производства. В состав которых уходят и сдержки производства, и прибыль. Там средняя прибыль. В условиях монополистического капитализма добавляется еще монопольная прибыль. Здесь сегодня метрально противоположное. Значит, себестоимость изделия. Это затраты непосредственно общественного труда, социалистических предприятий на производство продукции. Прибыль. Плановая прибыль. Какое место занимала плановая прибыль, скажем так, одна из центральных категорий капиталистической товарной экономики. В советском хозяйстве. Она была привязана по нормативу к себестоимости. Ну, скажем, 15%. Берем. И не была основным показателем. Налог с оборота. Это основной источник формирования государственного бюджета. То есть, он тоже шел по отдельным, скажем так, условным нормативам. Итак, центральным показателем было снижение себестоимости изделий. Значит, если в результате снижения себестоимости изделий, в результате действий всего коллектива предприятия снижалась себестоимость, что происходило с плановой ценой? Во-первых, что происходило с прибылью? Если она была привязана по нормативу к себестоимости, прибыль падала. Падала прибыль. И чем лучше работало предприятие, тем лучше работал коллектив, тем больше был результат по снижению себестоимости, тем меньше была прибыль. Не сразу она падала. Понятно, по времени было. Ну, я пока вам идею подсказываю. Нормативная в этом лежат. Да. И за это никого не били. И пускай падала. Вот это было главное. Значит, если... Здесь уже арифметика идет. Снижалась себестоимость, меньше был размер прибыли. Налог с оборотов, когда регулировался государство, предположим, был фиксированный. Оптовая цена, плановая цена. Ну, а предприятие реализовывало продукцию по плановой оптовой цене. Она снижалась. Это входит в себестоимость. Это входит в себестоимость. Какой путь снижения себестоимости? Вообще, основной, генеральный путь снижения себестоимости – это повышение, рост производительности труда. То есть, сам экономический механизм, вот на уровне экономический организм, система, так сказать, стимулирования, оценки работы предприятий, он был завязан на то, чтобы предприятия повышали производительность труда. Приведу некоторые цифры. Они достаточно известны. Значит, наивысшие темпы производительности труда в нашей стране были, 50-е годы. И они позволили СССР выйти на третье место по уровню производительности труда. Даже в годы войны, Великой Отечественной войны, эта система действовала. Сборники народных хозяйств СССР дают такую статистику. Секундочку. Производительность труда с мая 1942 года по май 1945 года в промышленности выросла на 43%, а в оборонных отраслях – в 2,2 раза. Соответственно, себестоимость, но здесь другой временной период, в 1944 год по отношению к 1940 году снизилась в 2 раза. В 2 раза. Понятно здесь, никакими административными рычагами не заставить снижать себестоимость. То есть сам экономическая система методов, она побуждала коллективы предприятий к этим действиям. Начнем дальше. Предприятия реализовывали продукции по оптовым ценам. К плану этой цене добавляется оптовая надбавка торговая. Затем добавляется так называемая оптовая розничная надбавка, сложена определенный размер. Это затраты предприятий торговли. Оптовой торговли и розничной. И получается розничная цена. Ну и давайте проследим. Значит, в результате роста производительности труда себестоимость снижается, прибыль снижается, плановая цена снижается, оптовые цены снижаются. И что происходит с розничными ценами? Они тоже снижаются. Ну, это известен, хорошо известный факт нашей истории, что в период 47-го по 53-й год было 6 снижений розничных цен. Розничных цен. И теперь совершенно очевидно, понятно, что это была не какая-нибудь, скажем, неблаготворительность партии и правительства. А это был результат функционирования советской, сталинской экономики. Результат действия системы планного управления советской экономикой. Так, и, извиняюсь, идем вниз, я забыл сказать. Это, скажем, на уровне предприятия и на уровне всего общества. Но, скажем, на рабочем месте. Ведь система-то должна быть такая единая, сквозная. То есть, если на каком-то уровне какие-то механизмы, скажем так, методы противоречат, это общие генеральные линии, то ничего не пойдет. Вопрос, который требует большого, так сказать, изучения. Литературу не так много. Ну, вот в газете точка.ру интересная статья. Была обнаружена автор Торгашов. Называется Хрущев «Путь предательства». Значит, автор статьи работал в одном из закрытых предприятий ОКБ, Опытное конструкционное бюро. Два периода. Он застал период, скажем, когда функционировала эта система экономической оценки, стимулирования труда. И застал период, когда она была разрушена. Ну, вот что он пишет. Да, и их задача, он, видимо, конструктор, был он коллектив. Перед ним ставилась определенная задача. То есть, давалось техзадание на какое-то изделие. Ну, это, очевидно, было оборонное, так сказать, производство. при исполнении технического задания изготовления нового какого-то продукта более повышенными качествами получалось, они получали заработную плату и за, скажем, перевыполнение этих показателей получало дополнительное материальное стимулирование. Ну, в частности, он приводит пример. Не называет, так сказать, какое-то военное изделие, вот, скажем, которое, видимо, осталось, не знаю, там, на танк, на самолет, и очень важен был такой показатель, как вес этого изделия. То есть, уже в техническом задании было заложено снижение веса, ну, а снижение изделия уже приведет в конечном итоге к снижению себестоимости. Но если меньше металла, меньше материалов тратится на изделие, то себестоимость будет меньше. Еще дополнительно, так сказать, стимулирование для этого коллектива. Как он пишет, значит, снижение на один килограмм веса, если, так сказать, добивались, получали премию 500 рублей. 500 рублей. Ведь все было понятно. Все было понятно на рабочем месте, инженеру там, и рабочему, рабочему, видимо, другие были системы. Вот, пожалуйста, если ты снижаешь себестоимость, ты выиграешь от этого дела. Причем выигрывается дважды. Дважды. Вот, предположим, они просто выполнили техническое задание, в котором заложены скажем так, те, скажем так, характеристики, которые ведут к снижению себестоимости. Они выполнили. Значит, у предприятия, дальше уже арифметика. Если затраты меньше, соответственно, себестоимость меньше. Оптовая цена предприятия меньше. И в конечном итоге выходит на снижение розничных цен. Получили заработную плату. Они пошли в магазины, и при той же даже заработной плате могут купить большее количество товаров. То есть, идет процесс повышения благосостояния. Причем, не только они. И работники непроизводительной сферы, учителя, которые учат их детей, при той же заработной плате покупают прогрузку в магазинах по более сниженным ценам. Врачи, которые лечат их и их детей. То есть, это первое, генеральные линии. Второе, если они еще проявили смекалку, изобретательность, несли рационализаторские предложения, они дополнительно получили премию 500 рублей. Вот только они тоже могут. Значит, это привело опять-таки по цепочке к снижению себестоимости, оптовой цены и так далее. Значит, они, пускай, пришли в магазин и купили какие-то дополнительные товары, которые, так сказать, приводят к повышению благосостояния. То есть, здесь получается, увязка коренных личных интересов, которые, в суть, общественные интересы и, скажем, не коренных. Значит, вот такая была, скажем, выстроена система экономических методов оценки, стимулирования, снижения затрат в экономике. Ну вот дальше, что он пишет. Уже в конце 50-х годов эта система была разрушена. Вот на уровне их рабочего места. Вроде остался тот же коллектив. Да, я опускаю эти вопросы, он говорит, была замечательная, так сказать, творческая атмосфера в коллективе, поскольку интересы вот ничьих здесь не противоречили. Что вместо этого ввели? Говорит, премию привязали к окладу и установили в размере 2% от стоимости разработки. Ну давайте подумаем. Стоимость разработки 2%. Если мы хотим получить премию, что надо сделать? Увеличить стоимость разработки. Каким образом? Ну, например, при этом изделии сделать более тяжелым, вместо металла какого-нибудь, если позволяет, дорогой металл использовать, может даже золото. К чему это приведет? Это приведет к росту себестоимости изделий, соответственно, к росту оптовых цен и к росту розничных цен. И это мы видим из статистики и из жизни, кто застал те времена. То у нас сначала прекратили снижать розничные цены, как скажем, генеральный путь, повышение благосостояния общества. Затем стали цены повышать. Была такая ползучая инфляция. Вроде как неудобно было говорить вот мы повышаем цены. Пошли же другим путем. Товары дешевые, продукты дешевого ассортимента прилавков убирали и подавали новые продукты с новым названием. По содержанию то же самое, но по более высоким ценам. Так, дальше возвращаемся в системе государственного планового централизованного управления. Значит, еще центральным звеном советской экономики была плановость или планомерность. Это существенная черта советской экономики. Понятное дело, что планомерность также не может быть одномоментно, сразу достигнута полностью по двум причинам. Во-первых, человеческое познание имеет известные пределы, но развивается. Здесь нельзя, сказать, все до конца спланировать. Во-вторых, поскольку непосредственно общественное производство несет элементы товарности, поэтому в планомерности социалистической обязательно присутствует момент стихийности. Идет борьба по линии усиления планомерности и ослабления элементов стихийности. Ну, на более конкретных примерах. Вообще, конечно, величайшее открытие советских ученых и практиков, организаторов социалистического производства это пятилетние планы. Слово пятилетка стало нарицательным, по-моему, вошло во многие языки. Величайшее достижение. Ну, вообще, давайте вот так подумаем. Цель производства это построение бесклассового общества. Вот за пять лет можно построить? Нет. Возьмем только один аспект планомерности, это горизонты планирования. Конечно, нельзя. Даже в экономике есть процессы, которые выходят за рамки этого пятилетнего периода. Ну, самый простой пример подготовка кадров. Сколько нужно лет, чтобы подготовить кадры? Ну, по-хорошему, ну да, если брать школу, вуз, 15 лет. То есть, вот уже, это уже своеобразный элемент стихийности нашей плановой системы. поэтому по-хорошему надо делать-то таким образом, что сначала разработать программу ликвидации социально-классовых различий или программу построения бесклассового общества, где наметить определенные этапы этих действий, ну, привязав их, привязав их, скажем, к уровню производительности труда. Затем, на основе этой программы разработать долгосрочный и принять долгосрочный план развития экономики. И, кстати, в нашей истории такой пример есть, пока единичный. План ГРО, он в целом, в общем-то, можно назвать единственным примером долгосрочного плана социально-экономического развития страны. И уже затем долгосрочный план, как на 20-летний период, он разбивается на пятилетки. Пятилетки на краткосрочные годовые планы. Вот такая получается система. так что заканчивать надо. Что дальше произошло? Дальше произошло со смертью Сталина такая партия пришли скажем так люди, ревизионисты, которые приступили к разрушению и политической, и экономической основы советского строя. То есть первый удар это был 22-й съезд, когда из программы партии выкинули положение диктатуры пролетариата, затем пошло разрушение советской экономики. реформа 64-65 года она на мой взгляд была неизбежна в той ситуации, когда в партии большинство стало антикоммунистов. То есть они ее соответственно провели. И в основу системы планового управления советской экономики ее разрушили. Себестоимость выкинули. Вместо нее поставили стоимостные показатели, которые пока еще вроде по форме стоимостные, но уже стали наполняться этим самым товарным содержанием. На уровне предприятия какие показатели были главные? Это объем продукции стоимостной в разных видах. Сначала делали валовую продукцию, не пошло. как избавиться? Давайте вместо валовую уберем валовую продукцию, это очень плохо, сделаем товарную продукцию. Это тоже объем стоимостной продукции. Товарная не пошла, все опять стало рушиться, уберем товарную, сделаем реализованную, нормативно чувствую, чего только не делали. Чего только не делали, и понятное дело, если внедрить инородные элементы в советскую экономику, они будут только разрушать. И они привели к разрушению советской экономики. Это уже другая тема. Да, это другая тема, поэтому я заканчиваю. Возвращаемся к началу. Тема была «Сталинская экономика». Полное основание можно назвать «Сталинская экономика» это социалистическая экономика СССР периода середины 30-х годов до конца 50-х, начала 60-х или советская экономика. Пожалуйста, товарищи, вопросы. Пожалуйста, Дарья Николаевич. Вопрос. Вопрос. Виктор Иванович. Вот получается так, что товарищ Сталин строил самое передовое общественно-политический строй и переходный период был от капитализма к социализму, коммунизму, то есть первой стадии социализма с 1917 до середины 30-х годов, как вы сказали. Но получается так, что мы изменили на 22-м съезде сущность, где стало построение общенародного государства, а не построение общенародного государства, они и выбросили из сущности диктатуру пролетариата. А в 36-м году ведь изменилась форма, и это тоже было отправной точкой построения капитализма, потому что в 61-м изменили сущность, а в 36-м вопрос или запрос? Да, так вот, в связи с этим, как вы считаете, если бы не изменили в 36-м году форму, и предприятия могли бы направлять на руководящие органы и фактически отзывать, это что, еще выше темпы были сталинских реформ, если бы вот это не сделали? И второй вопрос. Вот наша страна при Петре первом сделала колоссальнейший рывок вперед. Это какой был общественно-политический строй? Феодальный. И громаднейший рывок был вперед это при Сталине. Скажите, пожалуйста, при капитализме, что, почему? Казалось бы, это же он выше капиталистический строй общественно-политический, чем феодальный. Почему при капитализме никак не получается, как было при феодальном строе при Петре Первом и при Сталине, при социализме? Вот два вопроса. начиная со второго капитализма. Это более прогрессивная формация по отношению к феодализму. Поэтому, когда в России произошел переход к капитализму во второй половине 19 века, это был громадный шаг вперед во всех отношениях. Однозначно. Коротко отвечаю. Теперь возвращаясь к первому вопросу. Я, конечно, могу уйти от ответа, поскольку тема у меня экономика. А вы задали вопрос по политической надстройке. А как же я сказал, экономика, чтобы еще больше развивалась быстрее, если в 1936-м не изменили форму. Сущность государства советского диктатуры пролетариата она существовала в 30-е годы, в 40-е, в 50-е. Это положение было выкинуто на 22-м съезде партии в 61-м году. С этого момента начался обратный отсчет времени. Приходный период уже туда, в капитализм. А что касается того, что вы сказали, да, это было неверное решение. Это, несколько затормозило, я думаю. Можно теоретизировать и предполагать, что было бы еще лучше, темпы были бы выше. Но это, мне кажется, занятие неблагодарное. Вопрос, Иван Михайлович, пожалуйста, верафик. Верафик в том, что если прановая цена отслеживает себестоимость в реальном времени, то есть сразу же, тогда получается, что предприятие сразу же теряет прановую прибыль со снижением себестоимости. И тогда непонятно, а откуда же брать деньги на премии вот тем, кто способствует снижению себестоимости и так далее. По моим сведениям, снижение прановой цены запаздывало на несколько месяцев от снижения себестоимости, тем самым, предприятие бы разинтересовано в том, чтобы снижать себестоимость, то, что был некий такой промежуток, когда прибыль у него была выше за счет снижения себестоимости из-за запаздывания прановой цены. Это первое. Потом второе. Значит, прибыль торговых предприятий. Получается, со снижением себестоимости изделия, будет, если прибыль торговых, опытовых, рочных предприятий состоит из процента на себестоимость, То тогда, получается, она тоже упадет Но ведь трудозатраты в торговых предприятиях не упадут В связи со снижением себестоимости изделия Вот как здесь торговые предприятия выкручивались И третий вопрос Это Мало вопросов Мало, да, ну а что делать, тут важно очень Значит, и третий вопрос, вот нетоварное Вы говорите, что коммунистические производственные отношения не могут вызвать при капитализме Но вот отношения внутри монополии, их, наверное, коммунистическими назвать нельзя все-таки Но они уже носят нетоварный характер Вот почему вот нетоварный характер монополии, а преддверием коммунизма является монополистический капитализм Нельзя считать неким зародышем будущих коммунистических отношений производственных внутри капитализма Начиная с третьего вашего вопроса Определенные элементы социализма, можно сказать Вызревают капитализм И причем социализм берет их готовыми из капитализма Это банки, банковская система Ну, когда объединяется в один банк Почта и так далее То есть можно об этом сказать Но в целом, социалистические отношения Тогда что задать вопрос? Возвращаясь к другим, я уже и забыл первые два, поскольку слишком много Разбивает А по поводу торговли Если сразу же падает цена, то почему тогда... Значит, торговля Там тоже происходят такие же процессы, что на основе роста производительности труда снижаются и затраты в торговле Они могут быть не синхронизированы с снижением себестоимости А получается, что прибыль оптовой торговли, она снижается себестоимости Перелом на пути строительства Конечно, были и ошибки, и переломы, и прочие-прочие массы вопросов Я вот только говорю о такой генеральной линии Первый вопрос забыл совсем Значит, откуда брать деньги на премии снижателем себестоимости? На мой взгляд, генеральный путь основной роста благосостояния Это снижение розничных цен А не премии Это раз И второе Маленький И со снижением И второе И машины покупали Это отдельный пример И второй путь, кроме розничных цен Генеральный путь, и основной, даже первый Это общественные фонды потребления Которые были нулевые и которые развивались То есть основная форма распределения при социализме и коммунизме Какая? Общественные фонды потребления Второе, снижение розничных цен Это не соответствует действительности Это уже спор Это у нас не вопрос Вот там у вас вопрос Потом вам Финансирование Откуда у вас такая На пятилетке Первый вопрос И второй вопрос Функция распределения Как осуществлялось? Потому что был Госнаб, был Госплан А распределение у нас как-то Ничего Первый вопрос Уточняю Источники финансирования Реконструкции народного хозяйства Строительства этих 9000 объектов Правильно? Их два Это внутренние источники Напряжение сил Так? Второе, внешние Когда экспорт превышал импорт Два источника только Если сказать в общих чертах Второй вопрос Еще раз напомните Распределение Функции Кто выполнял функции Распределения В каком? Ну, был Госнаб Да, Госнаб был Госнаб тоже не распределял А Госплаб тоже не распределял Как же так нет? Непонятно Что значит распределение? Ну, продукцию изготовили Какой-то отдел должен быть Государство распределять Нет, это были отделы Снабжения на предприятиях И на уровне государства На уровне, так сказать Ведомств, министерств На уровне территориальных Органов власти Органы и Госнаба И, прежде всего, Госплана У меня вопрос Касается Системы государственного Планово-централизованного управления Вопрос такой Можно ли считать Репрессии врагов народа Всяких там вредителей Диверсантов, казнокрадов И прочих экономических преступников Которых сейчас, как мы знаем Немеренно развелось Можно ли считать Вот такие репрессии Одним из способов Регулирования Регулирования Или осуществления Вот этого Планово-централизованного Управления экономикой И нужно ли сейчас Вот такой способ Чтобы восстановить экономику Преступники Преступники Имеют место быть При любом обществе И при капитализме Они есть И при феодализме И при социализме И государство На это нужно Как аппарат Принуждения и насилия Чтобы, так сказать Совладать И, так сказать С этими преступниками Поэтому здесь Эта вещь такая Объективная Она стоит как бы Рядом в стороне Она не входит в эту систему Но я могу сказать Вот так Вот у нас есть Величайшая Самая величайшая Демократичная Из демократичных Демократий Сегодня Соединенные Штаты Америки Вы знаете Там самое большое количество Людей Содержавшихся в тюрьмах По-моему Два миллиона человек Порядок цифр такой Так вот там система Частных тюрем Где Как капиталисты Зарабатывают На своих заключенных Но это не является Как бы так Генеральной линией Развития Государственного Монополистического Капитализма Так Степан Сергеевич Пожалуйста Такой вопрос Была ли в других Социалистических Странах Реализована Вот эта модель Сталинской экономики Или нет И второй вопрос Вы сказали О законе потребительской Стоимости Не могли бы кратко Определить Этот закон Нет Во-первых Я бы не стал Говорить слово Модель Это не модель Здесь нельзя так сказать Есть в советской экономике Ее содержание Вот такое Оно одно Значит Где она реализовывалась У меня такой информации нет То есть пока Я не нашел Скажем так Каких-то источников Которые говорили Что в других странах Социализм Она была Потому что После Второй мировой войны Когда образовался Лагерь социализма Вполне возможно На каком-то этапе До Скажем так Того Как в партии взяли Вверх Антикоммунисты Какой-то период был Но он был маленький Потому что Начали ее разрушать В конце 50-х годов Я думаю Там просто не успели В европейских Социалистических странах Ее сформировать Там сразу пошел путь Вот уже По ревизионистам И Второй вопрос Определение Закон потребительной стоимости Это определение Потребительной стоимости Экономии труда Потребительная стоимость Это полезность вещи Совершенно верно А вы говорите О каком-то законе потребительной Совершенно верно Вы сами Вели это понять Нет, конечно Это введено Выдающимся Нашими советскими Экономистами Могу назвать их фамилии Ельмеев Василь Якович Моисеенко Николай Андреевич Долгоф Виктор Георгиевич Их много Это те Экономисты советские Которые отстаивали Непосредственно Общественный характер производства И раскрыли этот закон И доказали Значит еще раз Давайте вернемся К содержанию этого закона Вот Мы на чем стоим Вот в капитале Там сказано Что товар есть Единство двух сторон Потребительной стоимости И стоимость И вот это в голове Четко сидит У нас Потребительная стоимость Это Скажем так Полезность вещи Свойства Удетворять Или иные потребности Это вещественный Носитель богатства И его В сторону вставляем А экономическое содержание Потребительной стоимости Товара Это только стоимость Как затраты труда Вопрос Когда мы говорим Закон стоимости Мы же не имеем ввиду Что это закон стоимости А говорим Что это закон Товарного хозяйства Почему тогда Когда мы говорим О законе потребительной стоимости Мы говорим Что это закон Собственно потребительной стоимости Хотя это закон Производства Потребительной стоимости В непосредственно Общественном хозяйстве То есть Если вот Немножко По другому Ответить То будет Правильное содержание – Может быть, перейдем к обсуждению? – Вопрос, вопрос. – Я на этапе, так сказать, где-то 80-х годов, значит, на уровне завода много раз участвовал во всяких этих самых новых реформах, там, внедрения механизмов. – Да-да-да, участвовал, причаствовал. – И в том числе вспоминали о этих временах и прочее, прочее. И чаще всего наталкивались на то, что не могли объяснить тем людям, которые участвовали, что теоретически все согласны. Да, снижение себестоимости хорошо бы было основным показателем фондообразующим, да? Ну, а как это сделать? – Вот как в сталинские времена от этого, значит, зависели другие величины, основные на заводе. То есть, фонд зарплаты, премиальный фонд, вот о чем вспоминал здесь Иван Михайлович, так сказать. Как оно действовало, да, не просто вдалеке, цены снизятся, и мы больше купим в магазине, там, это… А вот здесь, общий объем, там, и прочие дела. Вот это первое. И второе, соответственно, вот с нашими знаниями и убеждением по вопросу себестоимости и потребительной стоимости в том числе, как нам сегодня оценивать утверждение братьев-китайцев о том, что, значит, товарное производство вполне совместимо с социализмом, и наши, мол, показатели это сегодня доказывают. Ну, а дальше следуют цифры, которые любят приводить. Значит, если заглянуть в себестоимость, там есть материальные затраты и заработные платы. То есть, в результате роста производительности труда, они, прежде всего, идет снижение материальных затрат. То есть, даже при том условии, что фонд заработной платы остается прежний, все-таки генеральный путь получается – это снижение розничных цен. Затем второе, вот налог с оборотом фиксирует, при снижающих ценах, он формирует общественные фонды потребления, которые... Если из формулы, то и зарплату надо снижать, меньше получают, себестоимость снижается. Может быть, и были такие примеры, я не знаю, честно говоря. Можно предположить, что кто-то снижал заработную плату и таким образом получал себестоимость. Но это неправильно. На 79% выросла зарплата номинальная. Да, второе, третье. Давайте будем переходить к выступлениям, потому что время не ждет. Китайцы, братья. А, вот китайцев вы не хотели осветить. Нет, нет. Я дальше первый вопрос уже не запоминял. Что-то только. У китайцев, исходя из нашего понимания, вот сути старинства. Мелкотоварное производство социализма соединяет. Значит, сегодня в экономике там переходный период. Есть социалистический уклад и капиталистический, мелкотоварный. Это первое. То есть там еще нет вот такой вот экономики, как целый старший. Неизвестно. Социалистический или неуверенно? Неуверенно. Одна страна... Судя по определенным действиям, возможно, там сейчас крен в другую сторону. И по высказыванию. А Примао Цзэду не было у них? У меня такой информации нет. Примао Цзэду не было, потому что там переходный период и Примао Цзэду не было. Так, выступающий, пожалуйста, Иван Михайлович Герасимов. Возьмите, пожалуйста. Как говорил Владимир Владимирович, мы строим коммунизм не на энтузиазме, а при помощи энтузиазма. И, конечно, с использованием материальной заинтересованности. Такая заинтересованность, что если я буду больше работать, снижать себестоимость, а соседкой рядом многодетные квартиры от этого раньше дадут, ну, это, конечно, нельзя сказать, что не действует совсем. Но все-таки непосредственно материальное стимулирование, они, конечно же, место и мера. И вот в связи с ростом производительности труда на рабочем месте непосредственно было как. Вот человек-рационализатор, он ввел распредражение. В результате этого производительность труда у него выросла. Именно производительность труда. Не за счет того, что он быстрее, Стар, шевелится, а он даже может и медленнее, Стар, шевелиться, но Стар больше делает деталей за смену. Вот. И вроде как, если ему платить столько же, то себестоимость этих деталей не упала. Но ему платят столько же, и коллегам его по цеху, которые используют это рационализационное предложение, ему платят премию за распредражение, а всему цеху оставляют прежние расценки на полгода. И полгода люди получают, так сказать, свои какой-то, ну, скажем так, сверхзарплату некоторую по сравнению с прежней. Через полгода расценки режут. Вот говорю о том, что срезали расценки все время при Сталине, вот это кричат много очень, но срезали это именно таким образом, что не так, чтобы рабочие меньше получали, а рабочие получали столько же, но они при этом больше деталей производили за счет роста производительности труда. Не за счет своей большей интенсивности труда, более быстрого шевеления, а за счет роста производительности, за счет всякого рода приспособлений и так далее. Вот. И таким образом, здесь получалось так, что через полгода падали расценки, зарплата возвращалась на прежний уровень, деталей производились больше, а тут уже себестоимость деталей была меньше. Вот это таким образом. А как это работало на уровне предприятий, вот если сразу же снижать спрановую цену при снижении себестоимости, вот это непонятно, потому что кроме зарплаты еще есть затраты на оборудование. И, кстати, Виктор Иванович совершенно вот не прав в том, что при снижении веса изделий, скажем, падает, материала емкость падает, цена изделия при этом растет, потому что изделие становится более сложным. Цена материалов при этом растет, потому что лучшие материалы используются. Вот снижение веса изделий никак не ведет к снижению его себестоимости. Это противорит... Ну, иногда да. Нет ничего. И еле этого подобного. Вот. Ну, да. Вот. Это вот первое, что я хотел сказать. И второе, буквально в двух словах. Вот тоже один из рубежей, на которое, так сказать, сиры антисоциалистические внутри СССР не дали нам перейти, это общеплановое управление экономикой на основе общегосударственной автоматизированной системы, к созданию которой мы впротную подошли к концу 60-х годов. Вот. Почему ее не дали ввести? Ну, вот в частности, она была введена на львовском заводе электрон по производству телевизоров, и там она выявила недостачу кинескопов. Ну, вот и по таким причинам, видимо, в рамках единого народно-хозяйственного комплекса, Виктор Михайлович Грушков, ее создатель, оказался в Апале, академик, вот, и система не была введена. Но это тема для отдельного исследования, а я, так сказать, спасибо. Что еще у нас желает выступить? Что не желает, тогда я с них можно выступить, а потом передам слово Виктор Ивановичу для заключения. Ну, я хотел бы некоторые вот моменты такие отметить, очень важные с точки зрения теоретической. Ну, во-первых, очень важный момент, на который вышел Виктор Иванович, он своим докладом доказал, что сталинская экономика, это не экономика какого-то там руководителя, это та социалистическая экономика, которая соответствует сущности социализма. А есть, бывает экономика, которая не соответствует сущности социализма, а то, что не соответствует сущности, то недействительно. Или, скажем, дурной человек – это человек, но который не соответствует своему понятию, согласно Гегелю. Поэтому, вроде как, и потом была социалистическая, пока еще она не совсем развалилась, но она уже стала отходить от сущности, от законов и так далее. Поэтому это вот первый, самый важный результат. И поэтому, конечно, это не модель, я тоже с этим согласен. Хотя, например, вот есть неплохая книга товарища Катасонова. Неплохая книга, неплохая в том духе, в каком Ленин говорил про то, что ни одному профессору политэкономии способна давать самые ценные сведения. Нельзя верить ни в одном слове, как только заходит вопрос о теоретической, политической экономии. Потому что здесь вот прекрасные вещи, он говорит, ну и Сталин ничего не понял о воспитании нового человека, и Ленин ничего не понял, и Маркс ничего не понял, и что нового человека только на почве христианства можно создать, и так далее, и прочее. И он об общенародности говорит, а не о диктатуре патриата, и о программе партии положительно 61-го года. То есть, как только он начинает мудроствовать в тех областях, в которых он не разбирается, он там выступает как реакционер. А Маркс более резко говорил, что вот есть вот некоторые товарищи, которые в какой-то узкой отрасли прекрасные специалисты, и вот здесь данные все, я бы рекомендовал познакомиться с этой книгой, есть очень хорошие фактические данные, которых, так сказать, трудно так просто найти. Человек собирал, 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 набрал. Но Маркс говорил, есть такое понятие, как профессиональный идиотизм. Шаг в сторону, и человек там начинает говорить прям противоположные вообще науке вещи. Поэтому, скажем, что касается и дельной стороны этого дела, товары там, и товарные, и так далее, то есть в этом отношении, конечно, ну, если говорить о закладе Виктора Ивановича, он, так сказать, не просто на голову выше, а он просто ставит все эти конкретные факты на почву правильного понимания нашего хозяйства, социалистического, как непосредственно общественного хозяйства. Имея в виду, что здесь и законы производоположные. Это законы производства. Вот правда говорится, когда об экономии труда. Так хочется сказать, ну, давайте не будем работать, институт сэкономим. Экономия труда предполагает при сохранении объема удовлетворения потребностей. То есть удовлетворение потребностей – это как предпосылка, условие. В каком же мы тогда можем говорить об экономии труда, если мы это не поставим? Но вы обеспечите, скажем, такое же количество картошки, молока и так далее, но при экономии труда. Вот это первое. Второе, конечно, сказать, что Сталин не был государственным руководителем, я думаю, это, конечно, надо исправить. Потому что, во-первых, Сталин был председателем Станаркова одно время. И Ленин был председателем Станаркова. Вы не будете говорить, что Ленин не был государственным руководителем? А в то время, а в то время председателем ЦИК сначала был… Я сказал, формально не был руководителем государства, руководил страной Станаркова. А вы формально вас докладали по существу? Значит, все-таки я думаю, что… Это, во-первых. Во-вторых, руководитель правящей партии в любой стране, конечно, государственный руководитель по существу. Потому что если правящая партия… Поэтому изменения в правящей партии, которые произошли в программе, они сразу разрушили и обрушили эту систему управления. Во-вторых, мне кажется, предпочтительнее говорить не о системе планово-централизованном управлении, потому что она берется отдельно от всего хозяйства. А вы начинали именно с хозяйства в целом. А говорить о планово-централизованном управляемом непосредственно общественном хозяйстве. И вот это хозяйство… Вот это все характеристики этого хозяйства, а не просто системы управления. Это характеристики самого хозяйства. Потому что отношения управления в этом хозяйстве являются производственными, базовыми, базисными. И совершенно не это внешнее воздействие со стороны какого-то государства на экономику. Еще, мне кажется, один момент, когда мы говорим, что это политическая основа диктатуры, это политическая основа не экономики, потому что экономика вообще-то базис, то есть основа. А политическая основа построения социалистической экономики, да, конечно, это политическая основа. Или уничтожение диктатуры, это политическая основа разрушения социалистической экономики. А вот форма эта политическая, без которой выжить социалистическая экономика не может. Точно так же, как, скажем, если человек обожжено больше 60% кожи, он, конечно, ничего, только кожа. А кожа же не главный, главный же мозг, главное это сердце. И сердце здоровье, мозг здоровья, человек умирает. Почему? Потому что форма содержательная. Если вы уберете эту форму, диктатура предприятия, теряется цель, и теряется этот самый непосредственный общественный характер производства. И теперь по поводу, несколько слов по поводу вот этой вот формулы. Ну, во-первых, и в связи с вопросами Ивана Михайловича, если это вот плановая цена, то вообще это плановая розничная цена здесь изображена у Виктора Ивановича. Розничная цена. Потому что если брать оптовую цену, это себестоимость плюс плановая прибыль. И все. И в эту оптовую цену, естественно, входят затраты на выплаты. Во-первых, если это плановая цена, то план не бывает на одну минуту. Поэтому она перескочить и стать сразу другой. Вот производительность туда. выросла, уже себестоимость снизилась, а пока еще, а пока еще. Значит, пока не изменит эту самую плановую цену. Надо же целые процедуры, какое-то время это займет. Получается вот этот люфт из опаздывания. И вот, безусловно, при формировании плановой цены, надо учесть, что будут выплаты из фонда директора за снижение себестоимости. Эти выплаты из фонда директора за снижение себестоимости входят с основным элементом в себестоимость. Почему? Как и сейчас. Все элементы заработной платы входят в издержки. И в себестоимость они входят. А вот теперь, я думаю, что вот такая мысль очень ценная, Виктор Иванович, и надо ее подчеркнуть. Что получалось? Вот эта вот часть, себестоимость плюс прибыль, это не вся стоимость. То есть это не все затраты на производство продукции, правильно? Потому что в себестоимость учитывается только та часть труда работников, которая выражена в заработной плате. А остальная часть не выражена. Она уходит, как доход государства, идет на эти самые общественные фонды. И поэтому Виктор Иванович сказал, что, собственно говоря, можно считать, что основной источник пополнения бюджета – это налог с оборота. А налог с оборота – это разница между розничной ценой и оптовой. И это не просто разница, она так получилась, а это те затраты, которые на уровне предприятия не выражены, они прямо вот общественные затраты. Общественные затраты, они проявляются только тогда, когда уже люди идут и покупают по розничной среде в магазине. А до этого идет, так сказать, вот другой контур оптовых цен. И поэтому не все выражено на уровне предприятия. Все только на уровне народного хозяйства. И поэтому, конечно, безусловно, самым главным, я вот к этому присоединился, потому что, может, сказал Виктор Иванович, что, конечно, главным, и это сплачивало общество, и понимание, что не растаскивали, что вот в нашем коллективе хорошо, вам с вашим плохо, приходите к нам, но мы вас не пустим, у нас все занято. То есть, если вы живете при социализме, то от улучшения работы, кого бы то ни было, вот кто-нибудь там улучшает, а нам уже лучше. И это сплачивало, соединяло общество. Поэтому общественное стимулирование было главным. И Виктор Иванович провел следующие расчеты, о которых он нам докладывал и раньше, и они имеют ценность и отношение к этому. Что больше, чем 52%, ну сколько, и 56% даже, составляет в нынешних расходах то, что раньше давалось бесплатно через общественные фонды, медицина, образование, жилье, прежде всего. И все. Вот что составляло и цементировало. То есть, распределение у нас было по потребности основное, а по труду дополнительное. А среди распределения по труду, например, воду вы включаете, вы что, льете по потребности, или на трамвае ездили по труду, или ездили, если 3 копеек заплатили, поехали куда надо. То есть, и картошку покупали вы, и хлеб, который копеечными были, вы покупали по потребности, или по форме, конечно, по труду. А по существу и капусту солили по потребности. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, вот эта характеристика, и для того, чтобы увидеть эту экономику социалистическую, надо понимать, что это прямая противоположность, и это именно коммунистическая экономика, тогда, когда она продолжает освобождаться от отпечатков капиталистического строя. Вот я хочу сказать, что доклад замечательный, Виктор Иванович, и я думаю, что мы эту тему будем и дальше обсуждать, и обдумывать. Вот надо вот эту формулу, которую Маркс еще в «Капитале» прописал, что Роберт Оуэн имеет в виду форму, прямо противоположную товарному хозяйству. Это вот прямая противоположность, тут и заложено. Все, что не делается, всякое удовлетворение потребностей, всякие изменения в экономике, и в изменении средств производства, и в изменении в образовании, и в потреблении, что, вот скажем, выпустили новый какой-то продукт, ну так он в потребности те же удовлетворяет, но позволяет сэкономить труд. И вы получаете те же самые пайдоли, рубашки, но, так сказать, заменьшивает цену. Значит, люди могут меньше работать для того, чтобы приобрести те же участки. Опять экономия труда. Даже при том, что изменилось что-то в производстве предметов потребления. Все надо рассматривать с точки зрения экономии труда, исходя из того, что экономия труда берется с точки зрения цели социалистического производства и коммунистического, как экономия, которая направляется на свободное время, а не на то, чтобы стало меньше рабочих и крестьян, а больше интеллигентов, а на то, чтобы у тех, кто работает прежде всего в материальном производстве, и у всех стало меньше рабочего и больше свободного времени. Дело шло бы к тому, что свободное время стало главным, вместе с чем исчезнет и социальное неравенство. Вот, я думаю, на этом надо. То, к чему мы стремимся, можно и закончить. Но путь далёкий. И этот путь невозможно осуществить, если мы не поймём, какой была. И это не история экономики, то, что мы сегодня изучаем, а мы изучаем сущность социалистической экономики и действительность социалистической экономики, которая наиболее ярко проявилась в период, когда страной руководил Иосиф Иосиф Иосифович Сталин. В тех форумах руководил, какими у него были. А Ворошилов был тогда председателем президиума. Так, Ивкор Иванович, пожалуйста, вы можете подвергнуть критике всех присутствующих, включая, если и ведущего. Я не буду, я буду считать, что это первый шаг конференции, о которой озвучил Михаил Васильевич. Поэтому я приглашаю всех принять участие в конференции. На сайте Фонда рабочей академии есть объявления по срокам названия докладов и тезисов. А так, следующее занятие в четверг. Система методов научного познания. Докладчик, доктор философских наук, профессор Казенов Александр Сергеевич. Также напоминаю, 20 ноября у нас будет выход в музей Нарской заставы на Ивана Черных. Можно предварительно сказать, кто пойдет туда, руки поднять, потому что там нужно. Ну, понятно. Там до 15 человек, а одно после 15 будет. Значит, я каждому раздам, наверное, на одном из следующих занятий, листочек с адресом. А вы не сказали, что это за музей? Нарская застава. А что это за музей? Чем он характерен и интересен? Там было принято решение, так сказать, оборуженного восстания. Там, товарищ, там это музей, где проходила вторая часть 6-го съезда РСДРП, где товарищ Сталин выступал за хладом, оборуженным восстанием. А не есть ли такая искусствия проявления экстремизма? Не есть, товарищ Герасимов. А чем вы ее проводите? А мы ее проводим для того, чтобы бороться с экстремизмом. А-а-а. Да. Так, на раздрам. Для этого и музей содержится. Музей для этого содержится. Музей для этого содержится. Чтобы не по делам было таким. Музей для этого содержится.